В погоне за идеальной фигурой многие не замечают, когда переходят грань здравого разума и начинается процесс анорексии, который нелегко победить. Анна Яркчурова смогла признаться, что больна и приняла участие в передаче «Пусть говорят» в 2014 году. Зрители были шокированы, увидев девушку, рост которой был 168 см, а вес еле дотягивался до 26 кг. А всего лишь два года назад до этого она была обычной привлекательной девушкой, недостойной программы Малахова. За короткое время Анна умудрилась потерять 49 кг веса. Она с ужасом смотрела на свои торчащие ключицы, исхудавшие руки, ноги, изнеможденное и постаревшее лицо, больше похожее на покойника, умершего голодной смертью. Всего лишь одно неосторожное слово одноклассника, который дразнил ее крупными размерами, привело ее к мысли сильно похудеть. Анна никогда не была худой, иногда стеснялась своего веса, но и вниманием у парней в школе не была обделена. Решение похудеть приняло после неудачной шутки, и бездумно взялась за дело. У девушки хватило силы воли отказаться от еды и довольно скоро она стала замечать, как тают ее килограммы. Сначала она с радостью вставала на весы, замечая, как уменьшаются показатели, но потом стала понимать, что процесс не поддается контролю, аппетит исчез, организм не принимает еду. Самочувствие Анны ухудшилось от голода, а прием самой безобидной пищи тоже вызывал страдания. У девушки не было сил, постепенно она растеряла друзей и даже ее парень решил расстаться. Девушке помогла самокритичность, что редко присуще людям, страдающим анорексией. Анна осознала, что срочно нуждается в помощи и стала гостьей Андрея Малахова. Все участники передачи отнеслись с сочувствием и пониманием к героине эфира и постарались убедить ее, что она сумеет справиться со своими страхами и тяжелым состоянием и победить болезнь. На этом помощь закончилась. Анна сумела выйти победителем в этой нелегкой борьбе. Через год она вернулась в телевизионную студию и была встречена громкими овациями. Трудно было узнать в этой красавице ту изнеможденную больную девушку. Она вернула 22 килограмма и была очень счастлива. Мама девушки рассказала, что Анна не обращалась за помощью к медикам и к психиатрам. Она нашла в себе силы самостоятельно кинуть вызов своей болезни и победила ее. Она довольно уникальный случай. От себя девушка добавила совет тем, кто переживает из-за лишнего веса. Никогда не слушайте, любите себя такими, какими вы есть. А если что-то не устраивает в фигуре, займитесь спортом. Стоит добавить, что случай этот не уникальный, а довольно распространенный. Даже Алла Пугачева пыталась в молодости худеть таким способом. Но один ее знакомый друг оказался врачом и вовремя ее остановил.